Друзья, если вы хотели спросить что-то про Янг и Далт, но стеснялись, сегодня у вас будет такая возможность. Тема сегодняшней нашей встречи – как не заблудить… Не затеряться в мире Янг и Далтовой литературы. Не затеряться в мире Янг и Далт литературы, и сегодня у нас в гостях человек, который все знает о современной литературе для молодых. Это Микел Парейтер, главный шеф-редактор и один из создателей Янг и Далт серии No Sugar Books. А кроме того, человек, который запустил конкурс «Кислород», человек, который запустил очень много-много-много других проектов. И, кроме всего прочего, Михаил ведет практикумы для писателей, которые пытаются работать в этой нише. И я очень рад, что Михаил в своем плотном графике нашел время и посетил нашу библиотеку. И сегодня мы, наконец, узнаем, что же это за зверь такой Янг и Далт. То, что слышали все, но, как оказалось, при всей популярности есть достаточное количество людей, которые встали и спрашивали, а что это, и чем это отличается от просто молодежной литературы. И я надеюсь, что сегодня Михаил отметит на все вопросы, в том числе на те вопросы, которые зададут люди, находящиеся сегодня здесь в зале. Михаил, вам слово. Спасибо. Собственно, друзья, действительно нередко приходится сталкиваться с тем, что с понятием Янга-Далтовой литературы, в принципе, возникает такая определенная путаница. То есть мы понимаем, Янга-Далт в прямом переводе это некие вот эти молодые взрослые. Что за молодые взрослые? Это кто? Это откуда и докуда? То есть как мы должны их определить? Вот мы идем по улице. Где этот самый Янга-Далт? Как с ним поговорить и вообще узнать, что ему интересно? И на самом деле здесь действительно мы, наверное, можем говорить о том, что сам по себе термин, он появился на Западе, в англоязычной, понятное дело, культуре термину, еще в 19 веке. И тогда он действительно обозначал вот эту самую старшеподростковую литературу, назовем ее так. И потом с течением времени, в 20 веке это значение еще как-то поддерживалось, потом все больше и больше оно начало сдвигаться в сторону того, что мы сейчас подразумеваем под Янга-Далтом. И эта литература отличная от, скажем так, советско-постсоветского понимания вот этой вот самой классической подростковой литературы или классической молодежной литературы, просто за счет того, что там есть определенное количество специфик и определенное количество, скажем так, особенностей, которые проявились в начале 21 века, ну, начали проявляться с конца 20-го и развивались, которые, в общем-то, позволяют нам понять, это подростковый роман в классическом его понимании или вот тот самый роман Янга-Далла. И здесь стоит отметить то, что параллельно со всеми социальными изменениями, с течением времени, естественно, меняется запрос у молодежи. Мы там все в той или иной степени знаем про систему поколений, бэби-бумеры, поколения Икс, Игрик и далее. Да, они, опять же, не всегда равны американские поколения, не равноценны поколениям нашей страны, просто в силу исторических событий, переломов, да, и там есть разные градации. Но, тем не менее, в какой-то момент у молодежи появился запрос на другую литературу. Если мы говорим про роман подростковый, который тоже сейчас появляется, они прекрасные, замечательные и так далее, и достойные прочтения, то зачастую это роман, где всё-таки речь идёт от лица автора старшего по отношению к младшему читателю. То есть, так или иначе, это некое назидание, совет старшего товарища, это какой-то вот такой вот разговор сверху, идущий вниз к некому такому отруку. Да, и вот этому отруку должны сообщаться какие-то смыслы, какие-то идеи, потому что вот там есть некий автор за этими страницами, который является либо образчиком, либо, во всяком случае, опытом, бывалым, если угодно. В литературе Янга-Далт современная абсолютно другая система взаимодействия. Здесь автор, независимо от того, каков его реальный возраст, он становится в горизонтальную систему по отношениям к читателю. То есть, это совершенно другой уровень разговора, совершенно другой уровень взаимодействия. А когда человек, даже будучи старшим и более опытным, он доверительно делится вот этими своими какими-то соображениями, здесь нет назидания. То есть, здесь скорее предложение неких вариаций и рассказывание, а вот у меня было так. Да, ну в данном случае там не обязательно у меня, но у моего персонажа было так. Посмотри, примерь на себя вот эту самую модель. Это на самом деле большое достижение и одна из главных отличительных черт Янга-Далтовой литературы, потому что вот это вот назидание, да, вот это вот общение сверху вниз, оно для современных подростков очень плохо работает. И даже не потому, что это поколение бунтарское, а скорее потому, что в принципе изменили сейчас взаимоотношения в семье, и мы всё чаще и чаще можем говорить о дружеском взаимодействии между родителями и детьми, которые, как только они достигают, скажем так, подросткового возраста, они скорее работают по модели друзья, чем классические вот эти взаимоотношения между там нынешним поколением дедушек, бабушек и их родителями. И естественно, когда такая модель работает семья, от литературы идёт ровно такой же запрос, почему, соответственно, матушка и отец со мной как-то общаются, как-то там с равным, что-то ко мне прислушивается, да, и что-то там мягко мне подсказывает, а тут, соответственно, палец высовывается из корешка, бьёт меня по носу и говорит, что надо мыть шею, руки, и вообще как-то оно так не работает. Я, естественно, утрирую, потому что там несколько другого рода проблематика, но об этом мы ещё, соответственно, с вами будем говорить. Тоже один из моментов, который отличает литературу этого, направления, и здесь я хочу отдельно подчеркнуть то, что Young Adult — это не жанр. Да, Young Adult, он всё-таки определяется за счёт проблематик и целевой аудитории определённого возраста. Поэтому, ну, точнее всего, это будет называть направлением, в рамках которого есть много жанров и поджанров. Поэтому, если вы вдруг увидите деление фэнтези, фантастика, а затем Young Adult, есть повод задуматься. Что-то в этой системе координат немножко нарушено. Так вот, одна из тоже главных таких достижений и перемен — это персонаж нового типа. В принципе, для этой аудитории и под вот эти сюжеты, которые заложены в данного рода литературе, они не подразумевают персонажей чёрно-белых. Это так или иначе персонажи такого сочетания цветов. Они не серые в чистом виде, да, они там, может быть, не всегда, хотя часто используются персонажи такого скорее антигероического типажа. Так или иначе, мы всё равно получаем комплексную фигуру, когда задаём в рамках психологизма определённое количество черт, как позитивных, так и негативных. Собственно, как и мы все с вами, являемся вот этим самым, если нас раскладывают на систему, прости господи, да, мы являемся вот этим самым набором черт, как персонажей. Да, у нас есть положительные и негативные стороны. И в этом плане, к примеру, персонажи а-ля мой некогда любимый, Конан Варвар, они для современных подростков не работают. И, в принципе, вот это классического рода героизм, он работает очень плохо, потому что если в нашем поколении старше это зачастую воспринялось как некий образец, да, как нечто большее, к чему следует стремиться, то очень часто для нынешних подростков, для нынешней молодёжи это какой-то очень странный дядька с большим мечом, который вроде варвар, вроде мудрый, вроде король, а вроде пират, что-то высокопорное задвигает и, соответственно, носится с мечом, всех побеждает. Ну, как-то не эти всё время побеждают, нет, ну, это скучно. Вот, ну, действительно, есть такая тенденция, то, что старые герои, они немножко уходят на задние планы. Более того, мы, на самом деле, это видим в том же кинематографе, если, к примеру, сравнивать персонажей, там, боевиков 80-х, 90-х годов с персонажами, там, супергероики, которые ещё, сейчас она пошла на спад, но, условно, там, ещё несколько лет назад она очень сильно влияла на эту нишу, да, на эту аудиторию, в принципе, там, старые фильмы, они до сих пор продолжают пересматривать. Это всё равно стали персонажи зачастую более объёмные, во всяком случае, те, кто среди них лидировал. Я, к примеру, так, опять же, как-то общаюсь, редко когда встречал любителей Супермена и Капитана Америки, а зато любителей Железного Человека, а если вы смотрели, понимаете, в чём разница между ними. Вот их очень много, и вот это как раз тоже такой один из примеров. Капитан Америка и Супермена, скорее, герой старого типа, человек, Железный Человек, хоть он был создан тоже в 60-е годы, это персонаж нового типа, да, более близкий за счёт вот этих, вот этих, вот этих, негативных сторон, пороков и всего прочего. И, да, конечно, конечно. То есть, вы видели, что, может быть, это, зато, 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 зато бюджет, да? Ну, нет, смотрите, опять же, это... То есть, машина Марвел, наверное, так серьёзно работает, что... Безусловно, но это лишь один из примеров, они же начинали с этих фильмов, да, параллельно был Халк, не очень удачный, да, выходил вместе с первым Железным Человеком, следом появился Капитан Америка. Понятное дело, что они следом начали вкладывать больше денег в то, на что был более положительный фидбэк. Да, ну вот, собственно... Ну, да. Нет, люди ещё первые фильмы, обычно меньше смотрят, меньше смотрят, а потом на следующий... Ну, то есть, получается, это менято, да, то есть, как бы, и бюджет увеличивается, и аудитория увеличивается, да, и поэтому, может быть, часто бывает, ну, то есть, пересматривая только самые-самые фанаты, да, самые первые... Безусловно, но Капитан Америка был не первым фильмом, и у него как раз бюджет уже был побольше, но при этом он не получил такого фидбэка. Да, конечно. Ну, мне кажется, ну, там не только за счет порогов или, там, негативный человек-караграф, тем больше это может быть из-за уязвимости. Ну, уязвимость, безусловно. Ну, я хочу сказать, что... Человечность. Ну, да. Потому что, сэкономер, как бы, не считая рекоменда, он не убивает. Поэтому человек-паук стал популярен, потому что он сосед, герой-некс-до, да. Друзья, там Борис Михайлов с объем здоровья. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Соответственно, если переходить, вот про героя поговорили, про взаимоотношения автор-считателя мы поговорили, один из важнейших тоже пунктов Янга-Далта это проблематика. Тоже несколько обновленного типа, скажем так. Понятное дело, что у молодежи плюс-минус есть какие-то там стабильные запросы, взаимоотношения со старшим поколением и так далее. Но всегда это подается по-разному. И здесь тоже одна из самых важных, отличительных особенностей – это усиление вот этого самого психологизма. То, что идет из-за обновленного типа персонажа, ты не можешь сделать его противоречивым, если не обратишься к психологии. Либо он у тебя опять получится каким-то картонным, то он злодей, то он добрый, потому что тот перевел бабушку через дорогу, а здесь перевел ее обратно, хотя и не на ту сторону. Вот. Зараза такой. Поэтому, соответственно, тоже ставка на психологизм. Здесь стоит обратить внимание на то, что в принципе сейчас у, особенно, ну вот скажем так, Янга-Далтова ядра, у нынешних подростков где-то там от 14 до 18 лет, к психологии и к психике абсолютно отдельное его такое особенное внимание. Сейчас стало, ну, едва ли не модным находить у себя какие-то там особенности, обыгрывать это вот в школьном возрасте, и в принципе люди это прям обсуждают, они ходят к психологу. Это отдельная какая-то такая социальная жизнь, а-ля трое в лодке, не считая собаки, когда они взяли медицинский справочник, перелеснули и нашли, ну, в разных переводах нашли у себя все, кроме воспаления коленной чашечки, в другом случае, кроме родильной горячки. Есть два варианта. Примерно такая же ситуация сейчас с нынешними подростками, то есть они действительно во все это вовлечены, они знают названия разных вот этих болезней, они что-то вот так пытаются себя осознать в рамках вот этого какого-то травмирующего опыта. А мы понимаем, что там в связи с ковидом, к примеру, у нынешних подростков, у нынешней молодежи он действительно был, потому что, ну вот опять же, мы там застались, столкнулись с этим во взрослом возрасте, но если мы вспомним свои школьные годы и попытаемся оттуда выбить два года, любых, что первых, что средних, что старших, мы все равно понимаем, что мы какой-то элемент социализации бы недополучили. И в общем-то мы сейчас говорим о том поколении, у которого действительно это случилось. То есть если ты поступил в школу, ну реально в школе оказался только в третьем классе, это специфический момент. Если там седьмой, восьмой, девятый, когда как раз первая влюбленность и вот это фу мальчишки, фу девчонки меняется на какое-то там, ну на что-то другое, скажем так, на заинтересованность и такое приглядывание, а тоже специфически старший, когда ты вот почти взрослый, да, вот буквальный Ян Гэдалт, да, тоже оно у тебя какую-то часть опыта отбирает. И в общем мы сейчас действительно имеем дело с поколением, у которого вот этот какой-то кусок жизни, он недоигран, да, недозавершён. И понятное дело, что кто-то может быть из них там интроверт, а кто-то, возможно, стал как раз из-за этого в большей степени интровертом, как раз из-за недостачи социализации. Естественно, на этом фоне вот эти все психологизм, особое отношение к психике, к окружающим, оно играет определённую дополнительную роль. Но здесь надо, наверное, всё-таки действительно перейти к тому, что целевая аудитория, в принципе, Ян Гэдалт раньше определялась примерно как 14-20 лет, но сейчас она расползается во все стороны. То есть если 10 лет назад мы чётко говорили, что подростковая литература, это там 12-14, 12-16, 16-20, это Ян Гэдалт, то сейчас, по большому счёту, вот эти специфики и тематики Ян Гэдалта, они охватывают примерно вот такой от 12 до 25 лет, очень серьёзный кусок. Притом надо помнить, что следом есть ещё Нью Идалт, который захватывает там от 22-25 до 35 лет. Это уже другая проблематика, там здесь первая влюблённость, там первый брак, условно говоря, ну так что, чтобы разложить. Да, первое разочарование, да. Вот, а я опять же, как наблюдающий за этим процессом, мне очень интересно, не будет ли это первым поколением, у которого на каждое десятилетие будет свой новый тип литературы. Потому что Нью Идалт ещё, да, там не говорили, будет такой Олд Нью Идалт, Олд Олд Янг Идалт, ну какой-нибудь такой вот вариации, потому что действительно сейчас растёт поколение читателей, под которых подстраивается вот этими блоками литературы. Возможно, оно как-то там что-то задаст некое движение. Но это, опять же, такое предположение, за которым интересно будет пронаблюдать лет через 10, что-то заключить. Но тем не менее, всё равно ядро – это 14-20 лет, вот такая вот центральная-центральная часть, то есть в рамках нашей системы образования. Мы понимаем, что это средние, переходящие к старшим классам и ранние курсы института. И соответствующие же проблематики. Первый опыт влюблённости, первые социальные конфликты, первая какая-нибудь подработка, какие-нибудь стычки, буллинг в той или иной форме социальный или школьный буквально, когда тебя, соответственно, кто-то донимает. И вот этот вот набор историй. При этом одно из главных достижений Янга Далта последних лет, вот как раз со времён ковида, то, что люди перестали скрывать то, что они читают Янга Далт-литературу старшего поколения. Потому что раньше это вот такой был разговор где-нибудь в куларах, то, что «А я читаю виноватые звёзды». Тебе тихо кто-нибудь говорил доверительно, пообщавшись с тобой перед этим полгода. И, соответственно, он признавался, что он читает вот эту молодёжную литературу, занимаясь там какой-нибудь историческим детективом, ещё чем-то, ещё чем-то. Нужно подчеркнуть, что называется. Но в рамках, опять же, начала 20-х годов появился очень серьёзный запрос на, с одной стороны, на некий эскапизм, а с другой на уют. И взрослый читатель во множестве своём начал находить вот в этом подходе Янга Далта тот самый уют. Потому что там описаны первые опыты, первая работа. Вот сидишь ты, условно говоря, там в своём возрасте неком. Да, у тебя там какие-то ситуации, какие-то сложности. А здесь ты обращаешься, с одной стороны, видишь некий опыт персонажей, который описывается, а с другой стороны, вспоминаешь опыт свой. И это очень уютная психологическая модель. Естественно, там с тобой взаимодействие идёт тоже на горизонтальном уровне. Иногда ты старше автора. И там нет, не может быть даже такой модели. Но, тем не менее, опять же, определённая доля вот этого удовольствия люди начали получать, получать достаточно активно. И из-за этого Янг Далл начал очень сильно прирастать. Да, и в принципе сейчас, с точки зрения художественной литературы, это одна из самых быстро растущих ниш, расширяющихся, опять же, как я упомянул, по возрастам, по жанрам. Там, в общем, какие-то всё время здесь пертурбации, да, и история происходит, потому что лет 10 назад, когда он, даже чуть побольше, когда он только начал появляться в России, действительно очень сложно было людям вычленить его из потока фэнтези, из потока подростковой литературы, да, и, в общем, были определённые сложности, потому что, ну, там, примером, ну, вот такого какого-то переходного, может служить, там, Чисадия и Щерба, которые, в общем-то, являются больше всего не подростковой литературой, при этом параллельно у нас начал издаваться какой-нибудь Патрик Несс с постопью хаоса, который такой дистиллированный Young Adult, но тогда, по-моему, первое издание было в России в 2011 году, очень сложно было определить, к чему его отнести. С точки зрения жанров, тоже вот то, о чём мы проговаривали, есть своя определённая развесовка, есть определённые, конечно, предпочтения у аудитории, основной и первый жанр – это, конечно же, фэнтези. В разных его проявлениях, и, в принципе, тоже есть определённая сложность, периодически говорим на разных круглых столах на эту тему, определённая временами и грусть с точки зрения того, что фантастика, фэнтези проигрывает с точки зрения вот этих нынешних подростков и молодёжи. То есть есть какие-то отдельные эксперименты, и мы там в рамках нашей редакции, но Шога Букс тоже выпускали, и выпускаем ряд именно космических произведений, научно-фантастических, но всё равно основной жанр, так или иначе, – это фэнтези, или как минимум литература в каким-нибудь фантастическим допущении, с мистикой, с чем-то таким. Мне не жалко то, что фэнтези лидирует, это прекрасно, это один из моих любимых жанров, но мне жалко то, что фантастика так отстаёт в этом конструкте, но, опять же, я очень надеюсь, что в какой-то момент молодёжи снова будет интересен космос, да, и вообще вот это всё движение вверх-вперёд и так далее, но сейчас мы скорее говорим всё-таки о той развесовке, когда интереснее внутрь себя, да, и немножко вот так вот замкнуться в этом плане. И здесь, безусловно, какие-то фэнтезийные модели и там отдельных поджанров, они работают гораздо лучше, будь то, какой там плюс-минус классическая фэнтези, хотя, опять же, подчеркнуло, это не героическая фэнтези в его принципиальном, на таком взрослом понимании, если угодно, потому что, опять же, герой меняется. Это очень часто городская фэнтези, которая прямо идеально работает для этой аудитории, потому что, ну, вот это та модель, с которой мы все с вами сталкивались, опять же, будучи там ровесниками этой целевой аудитории, когда ты идёшь, и тебе вот очень хочется наделить каким-то дополнительным смыслом эту реальность, что вот тот, я не знаю, дуб, который тебя ночами пугает из окна, потому что он как-то странно шелестит и вертится, и бросает пугающую тень, что это какой-то портал, ещё что-то. И вот городское фэнтези, оно очень часто играет именно с подобными мотивами, всем понятными, и, в общем-то, тоже универсально вполне работающими. Сюда же мы можем добавить какие-то вариации на тему дарк-фэнтези, хотя дарк-фэнтези в чистом варианте это всё-таки взрослый жанр, там, Аберкромбер, Глин Кук и так далее. Но, тем не менее, зачастую всё-таки мир фэнтези, в котором разворачивается Янг Далт, он не очень уютный. Именно для создания и для переноса туда вот этих наших каких-то социальных проблем, конфликтов, столкновений он может быть идеалистическим. За редкими исключениями. Потому что иначе, соответственно, не работает эта модель, и это воспринимается как некая совсем такая сказочная история, где, опять же, читатель себя не находит. А это один из главных моментов, возможность себя ассоциировать с персонажем, с его проблемами, с его особенностями. Следом, наверное, можно выделить мистику триллер. Опять же, ну вот как всё-таки сюжеты, где есть либо фантастическое допущение, либо намёк на это фантастическое допущение в случае триллера, где кажется, что что-то есть, а его может на самом деле и не быть. Но тоже, опять же, там с мистика, пересекающаяся там с каким-нибудь либо городским фэнтези, переходящая, скажем так, в городское фэнтези, либо зачастую с романтической, то есть с кистикой. Здесь тоже важно подчеркнуть, об этом чуть-чуть говорили до встречи, что на самом деле Янгодалтова литература во многом это сейчас женский жанр. Да, и с точки зрения целевой аудитории, читающей, ну там в 70, скажем так, процентах, это всё-таки читают девушки. И поэтому тут тоже нужно держать это в голове, что есть какие-то романы универсальные, которые интересны, опять же, вне зависимости от гендера, но есть также очень много литературы, которая ориентирована буквально на девушек от 14 до 20, до 20 с небольшим лет, по, опять же, вот этой вот особенности того, что это основная целевая аудитория, естественно, от неё идёт запрос самый сильный, и мы стараемся на него ответить, но в любом случае, на самом деле, одно из главных достижений последних лет это то, что именно вот этот вот кластер Young, Dalton, New и Dalton, это самая читающая сейчас аудитория. И более того, это аудитория, которая покупает именно бумажные книги, потому что если старшему поколению зачастую удобнее покупать электронку или аудио, в зависимости от того, там чаще они в машине едут, или что-то делают под аудиокнигу, либо им удобнее, чтобы у них книга была в телефоне, для младшего поколения это всё-таки сейчас ситуация некого артефактного обладания. То есть мы зачастую, и мы, и коллеги наших и других издательств зачастую обращаемся к художникам, которые популярны в социальных сетях, в ВК, у которых своя какая-то есть аудитория, заказываем им, соответственно, иллюстрации, форзы, цепи, обложку и так далее, и человек получает помимо книги вот этот вот некий арт-объект, который, соответственно, вот он, по сути, купил в том числе иллюстрацию своего любимого художника. А с другой мы должны понимать, что если 20 лет назад мы жили в ситуации, где были кассеты, потом диски, потом DVD, чуть позже Blu-ray, и мы обладали фильмами, играми, чем-то ещё из нашего медиа, из наших развлечений, оно действительно нам принадлежало. Сейчас мы находимся в пространстве, где мы живём по подписке на всё. Реально нам почти ничего не принадлежит. Мы смотрим этот фильм, потому что мы заплатили за месяц, но не за этот конкретный фильм. Это вот такая вот обманка из оон-клюзива, как в своё время в туристической сфере это обсуждали. Ты вроде платишь за всё, но всё равно всем этим не можешь воспользоваться и не можешь унестись с собой. Но мы не говорим про воровство полотенец из турецких отелей, это плохо, мы это осуждаем. Да, книга же сейчас осталась одним из тех способов развлечения, из тех способов какого-то взаимодействия, интеллектуального отдыха, который тебе действительно принадлежит. Покупая бумажную книгу, ты её приобретаешь полностью. Она остаётся у тебя на полке, и через месяц она не исчезает. Ты её можешь, прочитав, передарить, прочитав, опять же, отложить, по буккроссингу куда-нибудь запустить. То есть, то, что раньше было естественным, и точно так же мы в своё время менялись видеокассетами или дисками с играми, сейчас это, по сути, осталось только с книгами. И для современных подростков, для современных молодых людей в этом тоже появилась ценность. То, что для нас было обиходным и, в общем, казалось обычным, оно стало для них играть вот такую особую усиленную роль. Вот эта вот вещественность. Не зря во многих социальных сетях читатели выстраивают целую панораму с книгами. Я сходил, купил новинку, ставят свечи, ставят какие-то цветы, сухоцвет какой-нибудь, ещё что-нибудь. Ну, это зависит от того, как сделана обложка. Это действительно какой-то момент эстетического наслаждения и момент того, что ты можешь похвалиться не тем, что ты просто читаешь, а смотрите, какую красивую вещь я купил. Это тоже, в общем-то, изменение отношения к книге, которое приводит к этим, в общем-то, к бумажной книге. Которое приводит к очень хорошим показателям чтения у этой аудитории, потому что, опять же, 20 лет назад, когда были диски, кассеты и всё прочее, все трубили. Молодёжь не читает. Сейчас мы можем официально сказать со всей статистической выкладкой читает, слава богу. Вот, так что в этом плане у нас есть будущее, и всё хорошо. Также, опять же, возвращаясь к жанрам, наверное, там следом можно отметить несколько блоков в таких жанрах, то, что какой-то степень интересна фантастика, детективы, приключенческая литература, но, как правило, всё-таки на сочетании жанров. То есть, мы всё равно либо говорим о приключениях, связанных с фэнтези, либо это детектив в каком-нибудь фэнтезийном мире, либо, если мы называем фантастику, то зачастую это всё-таки литература, касающийся игры на выживание. Ну, вот голодные игры, к примеру, это не фэнтези, это фантастика, так или иначе. Да, то есть, какие-то антиутопические мотивы. К сожалению, космос в этом плане, опять же, как я упоминал, играет в меньшей степени. И отдельный блок — это реализм. И реализм, как правило, срабатывает двух видов. Либо это реализм, соответственно, сентиментального толка, где мы говорим, опять же, про первые влюблённости. Это может быть реализм как-то влюблённость школьная, это может быть влюблённость какая-то совсем раннестуденческая. Но так или иначе, как правило, всё-таки речь идёт про первый опыт, про первую какую-то заинтересованность, влюблённость, такое приглядывание к человеку, который, в общем-то, мы все проживали, и за счёт вот этой вот какой-то первой неловкости эти романы получают особый шарм и особую вот эту самую узнаваемую красоту. Второй вариант — это так называемое стекло. Да, стекло уже, собственно, формулировка пошла из недр интернета, где, соответственно, писались фанфики, то есть нелицензированные фанатские произведения, где в какой-то момент родилась формулировка «поесть стекла». Это, в общем-то, что-то вроде такого жаргонового названия катарсиса, по большому счёту. То есть, когда представляется некая настолько мрачная картинка и настолько прямо ужасающая чернуха, что ты чувствуешь через это некое очищение в момент какого-нибудь пика. Здесь, опять же, из кинопримеров таких достаточно общеизвестных я почти всегда привожу «Гайгерманику». «Все умрут, а я останусь», сериал «Школа». Когда доходит до некого пика, ты радуешься, что ты не там. И то, что к тебе это отношение не имеет. Но, тем не менее, такие достаточно эмоционально пробивающие, как правило, сюжеты и картины. Правда, здесь стоит отметить то, что очень сложно подобного рода литературу сделать без отметки 18+. То есть, зачастую это всё-таки относится к старшему крылу нашей целевой аудитории. И им ограничено, потому что, опять же, написать некую социальную подобного рода драму с чернухой на 12+. Это, наверное, интересный вызов к себе с точки зрения писателя. Но я, наверное, не рисковал и не стал. Только от большой любви и от большого желания как-то что-то для себя подобное соорудить. Это, опять же, некий такой вот кратко мы прошлись по целевой аудитории, кратко прошлись по жанрам. Но, понятно, это всё какие-то такие крупные мазки и достаточно, что называется, крупные по объему явления, которые плюс-минус держатся на протяжении достаточно продолжительного времени. Естественно, мы всё время говорим и анализируем некие тенденции, некие тренды, как это сейчас принято говорить, в рамках той или иной ниши, в рамках того или иного направления литературы. И здесь, безусловно, тоже как в одном из самых живых направлений, их достаточно много. Но нужно понимать, что, возвращаясь к разговору о медиа, всё-таки есть некое разделение, пожалуй, на три уровня трендов. И в этом плане мы оказываемся где-то между кино и современными социальными мидиями вроде блогеров. Есть очень короткие тренды, есть средние тренды, за которыми, в общем-то, худо-бедно ещё как-то мы можем успеть, как книгоиздатели, как авторы. И то, в основном, если есть какой-то уже заготовленный текст, который плюс-минус как-то монтируется в истории. Есть крупные тренды, с которыми мы прекрасно успеваем. В качестве примера я почти всегда привожу игру в кальмара, которая выстрелила. Популярность её максимальная была около двух месяцев. После чего, соответственно, мы её вспоминаем, любим. Кто-то не любит. Но, тем не менее, примерно через два месяца этот тренд пошёл на спад. И вот этот запрос на какие-то там игры на выживание, ещё что-то, он начал снова сходить до каких-то естественных значений. За два месяца писатель не может успеть написать роман на издание книги. Неожиданно. На издание книги требуется, но всё-таки какая-то предварительная подготовка. Ну, хотя бы два с половиной месяца, если роман в неком идеальном состоянии. Вот он прям явился чистенький, его надо просто облить в форму. Ну, вот так вот, в неком идеальном мире. И, опять же, это больше, чем вот этот вот срок тренда. То есть, книжка отпечатывается, попадает на полки, а все уже смотрят в какой-нибудь другой сериал. И всё. Ну, как бы, ну, куда, да, слушайте, хорошие воспоминания. Была игра в кальмары. Поэтому здесь, возможно, с подобного рода трендами работать, только если текст был создан на обережение. Здесь обратный такой пример удачи для меня всегда, соответственно, пример с Вадимом Пановым и с его циклом «Аркада», когда в 19-м году, соответственно, весь цикл выстраивался, каждый роман как модель недалёкого будущего, и первый роман, вышедший в конце 19-го года, во второй половине, он был посвящён пандемии. Да, и, соответственно, которое, как бы, никто не планировал, естественно, и никто не желал бы, честно говоря, но в 20-м году роман стал неожиданным и очень мощно актуален. Вот, и, соответственно, да, это вот такое вот некое ощущение такого своего рода писательского прозрения. Но это всё равно должна быть некая заготовленная история, или как, к примеру, во время... Да, 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 ну, что-то... Ну, что-то... С опозданием на, там, 10 лет. Да, да. И вот тут снова. Ну, да, или как, к примеру, было с собором Парижской Богоматери, когда он горел, все, у кого был отдел классики и запас классических произведений, были выигрыши. Как ни печально эта история, ни грустно. Но, тем не менее, всегда для чего-то краткосрочного нужно быть готовым. И мы, естественно, понимаем, что ожидать от автора, что у него есть большой стол с огромным количеством ящичков, где, соответственно, систематизировано. Вот пандемия, какая такая такая. Зомби-апокалипсис, быстрые зомби, медленные зомби, некроманты, инфекция, еще что-то. Ну, вряд ли можно ожидать. И все равно, конечно, в рамках даже любого тренда я всегда как-то... Да, нет, я подсказал, но, может быть, и скоро-скоро-скоро на маркетплейсах будут продаваться специальные писательские столы под сформировкой. Да, только пахочками. Да. Вот. Но на самом деле, вот мой основной посыл ко всем авторам, всегда мы это обсуждаем, то, что главное, чтобы тема была интересна. Есть... Я, как выходец из изначальной театральной среды, всегда очень люблю приводить в пример парадокс детского утренника. Если вы на них бывали, возможно, у вас... Я почти уверен, что это далеко не самые яркие ваши впечатления театральные. Почему? Потому что детский утренник – это утро выходного дня, где актёров, которые там вчера играли, Чацкого, ну, Клавдия, ну, не знаю, кого-нибудь ещё, в общем, дали со всеми остановками по классике драматургии, заставляют играть лисичку, грибочек и зайтика, да, и там снежинку. И неожиданно им почему-то в 11-12 утра резко не очень хочется это делать. И в этом одна из главных проблем. Если скучно актёрам на сцене, очень скучно в зрительном зале. И на самом деле с автором примерно та же ситуация. Просто вы этого не видите напрямую, если вы не следите за своими читателями на выходе из книжного магазина. Это странно. То если вам было скучно это делать, то, скорее всего, будет это скучно и читать. Поэтому, безусловно, всё равно нужно искать тему в себе, нужно отлавливать вот эти какие-то там внутренние тренды. Потому что, ну вот, один из крупных трендов, который мы сейчас можем отметить, это драконы. Драконы во всех их проявлениях снова к нам возвращаются. Запрос на драконов. Все хотят очень-очень давайте дракону. Возможно, там Дом дракона сыграл, отчасти Игра престолов, которая там для нынешней молодёжи где-то началась там в их детстве. Но потом он стал, наконец-то, можно посмотреть этот сериал. И, в общем, есть какие-то мотивы. Вроде как к нам возвращаются вампиры, наконец-то. После периода сумерек они, соответственно, превратились в определённое направление вампирского, ответвление вампирского сообщества, которое было в наибольшем спросе. Сейчас они вроде, простите, обнулились и возвращаются к какому-то исходному состоянию. Снова на них есть запрос. Безусловно, один из главных тоже популярных сейчас трендов это фолк-фэнтези. Да, это фэнтези, где в основе лежит мифология. Да, это может быть буквально некая страна, где Древняя Греция. Но чаще, как правило, это некий фэнтезийный мир, который прям очень явно вдохновлён тем или иным фолком, той или иной мифологией славянской, скандинавской, греческой, египетской. Но пока, опять же, зачастую мы встречаем все-таки скандинавские и славянские мотивы. Там действует весь пантеон. Это может быть при этом городское фэнтези, где вдруг проявляется вот этот мир. Если вы читали там «Американских богов Нила Геймана», то там вот понятно, примерно вот эта модель как-то может быть выстроена. И зачастую это работает в том числе на эффекте узнавания, потому что, собственно, как правило, дети, которые приходят к фэнтези, они изначально интересуются мифологией. Да, и они начинают условно с куна, из древнегреческих мифов, а потом наращивают вширь всю эту историю. И здесь всегда, конечно, есть такая определённая решительность со стороны автора, потому что нужно понимать, что некоторые из читателей, они настолько погружены в этот вопрос, что они будут ждать, когда автор промахнётся, и вот как в Мауле, с криком «Акела промахнулся!» «Нет, это не так! Там этот бог не так работает!» Или там вот это существо Кикимора, она по-другому живёт. Вы обижаете Кикимора и неправильно описываете их образ жизни. Поэтому, ну да, это, с одной стороны, определённая смелость, и очень часто, к примеру, я, к примеру, прошу прощения за тавтологию, сталкиваюсь, и приходится вступать в споры по поводу, к примеру, азиатского фэнтези, которая сейчас на безумной волне. Триумвират Япония, Корея, Китай. Это, по сути, одно из самых популярных направлений, которые сейчас есть, при том, как переводное, так и от отечественных авторов. Есть замечательные читатели, очаровательные снобы, которые считают, что про страну может писать только тот, кто относится к этой культуре, и кто там жил. Я считаю, что это, опять же, не так. Если человек занимается и погружён в вопрос, и он увлекается всем этим на серьёзном уровне, и он вдохновлён, инспирирован, если угодно, какой-то культурой, каким-то фольклором, то он не должен себя в этом плане ограничивать, если его вдохновляет китайская тема, если он готов провести некую подготовку и некое исследование, а что там сложнее, чем в некоторых моментах, чем просто придумать какой-то свой оригинальный мир или написать городской фэнтези с неким допущением, то это в любом случае достойно уважения, и это абсолютно рабочая модель. Ну да, надо быть готовым, потому что некоторые несутся с криком, что ты не японец, я тебя нашёл в социальных сетях, ты не похож, почему ты пишешь про Японию? Вот, ну да, есть и такие ситуации, но тут всегда, мне кажется, нужно относиться философски, к подобного рода историям, но действительно, пока азиатский тренд один из самых больших, и формировался он далеко не один год, начиная с того, что было популярно аниме, потом туда же подключился кей-поп, корейская музыка, потом дорамы, корейские фильмы, потом подключился уже Китай с благословениями небожителей, Дуньхуа и прочими историями, и там, к примеру, благословение небожителей является одним из абсолютных топов по продажам, в принципе, на нашем книжном рынке на протяжении уже многих лет, и мы далеко не единственная страна, где это благословение небожителей является просто каким-то абсолютно отдельным, да, отдельным явлением, и лидирует просто бессменно на протяжении какого-то достаточно большого времени. Если я правильно понимаю, у нас ещё в какой-то момент, то есть мы поливали какое-то время, в годовом, то есть это длинулись в поле, да, начинает эти какие-то карманы, ну, у нас сейчас просто уже вынесли даже свои художники вот такие, и вот эти вот все, то есть у нас уже вырос какой-то вот формы молодёжи, за которому уже тяжело замотаться на этих вопросах, то есть уже здесь какая-то вот по-самой, как я говорил, республиканская наложенная почва. Ну, как так, ну, я не буду повторять это слово, дабы никого не обидеть, мы понимаем о чём, удобренные, удобренные, удобренные поколения, да, хорошо, да, да. То есть появилась какая-то вот по-самой кучу, на которой уже этот раз тут какие-то слои? С одной стороны, они даже скорее сейчас не авторы, а читатели, отчасти, да, а авторы многие пришли как раз из того старшего поколения, которое начинало увлекаться аниме, начинало увлекаться BTS, но, скажем так, года до там 14-13, года до 14-13, так как, опять же, тогда это, в общем-то, было тоже что-то вроде Ян Годалт 5 лет назад, да, обычно про то, что ты смотришь аниме, люди говорили с теми, кто тоже смотрит аниме, и до какого-то времени этот вечный спор, то, что не дай бог ты в какой-то такой компании скажешь, что это японские мультики, быть тебе битым поварёшкой, стулом, а возможно, это бы редко, и, соответственно, примерно такая же история была с BTS, когда они стали популярны, я начал общаться с людьми, с которыми я до этого как-то, ну, там, периодически встречался, и вдруг в разговоре стало выясняться то, что они начали слушать это вот там лет 8 назад, но как-то, ну, тихо, мирно, спокойно для себя, сейчас это действительно стало какой-то такой большой волной, когда вот эти люди, которые, в общем-то, были там своего рода первопроходцами для нашей страны, они как раз начинают творить в эту сторону, они там даже писали в каких-то других жанрах, они понимают то, что вот у них есть действительно внутренние запросы, они с удовольствием что-то подобное напишут, они переключаются на азиатское фэнтези, понятно, что молодые тоже сейчас пишут, которые уже удобрены и взрослые, но пока многие из них всё-таки держатся в рамках интернет-публикации, да, и потихоньку только вот подтягиваются к публикациям бумажным. Но мы же понимаем, что мы делаем в рамках интернет-публикации по той самой как бы любимой причине с криком в 11-й день, в час, вообще никто не понимает. Главное, что сейчас, конечно, мы уже не знаем, сколько у нас в рестнице, мы уже назад, да, появился первый большой проект, который начал вот ясно, в 20-й часах. Да, вот, понимаешь, как это всё издало, да, очень, очень, то есть, в данном случае интернет-то, скорее, на такой, который произойдет. Это безусловно. Это безусловно. Только-то последние в год-два начали появляться какие-то варианты, какие-то издательства, которые, собственно, вообще этим с ним не имеют. Да, ну, на самом деле, это, опять же, в какой-то момент обратили на это внимание, и здесь первопроходцам, конечно, были для понимания того, насколько там всё это масштабируется, именно оригинальные издания. Вот, опять же, магистр «Тёмного пути», он же мастер дьявольского культа, благословений небожителей, несколько там японских переводных проектов, которые показали, насколько это вообще вот запрос во всё это есть, потому что ещё недавно, там, как казалось, Азия лет 10 назад, это что-то, ну, такое, либо ты там берёшь какой-нибудь классический китайский роман «Трое царство», такого-то размера, да-да-да, такое любимое пресс-папье, вот, либо, соответственно, там, какой-то ханкаку-детектив, ещё что-то, харуки-мураками, ну, то есть, был какой-то набор, где казалось, что для подступа к Азии тебе нужен какой-то всё-таки базис образования и понимания их культуры, для того, чтобы не сломать себе зубы в процессе знакомства, потому что, ну, вот какое-то оно там неподготовленное для тебя, и ты для этого неподготовлен, и поэтому сложнее было сойтись. Сейчас же это действительно, ну, вот такой уже огромный-огромный движок, собственно, опять же, сам два года, как учу китайский язык, вот, когда понял, что это всё входит в тренд, и, собственно, огромное количество людей вокруг меня тоже начал учить, японский, корейский, ну, то есть, вот этот вот триумфират. неожиданно безумно популярная в нулевых годах Индия сейчас как-то не работает, да, и как будто на неё спал запрос, может быть, в какой-то момент будет тоже какой-то виток, потому что, в общем, тоже почва весьма благодарная, но кроме классического романа Олди, про чёрного, ну, трилоги, да, про чёрного баламута, вот так вот быстрые там чакроборти из западных, но именно да, но опять же, это было давно, и мы говорим скорее про западное, опять же, баламут тоже не вчера появился, прямо скажем, но вот ничего такого нового, яркого мне, пожалуй, не попадалось, хотя мне кажется, что это тоже имеет право на жизнь, как и всякие там витамская мифология, ещё что-то, то есть, в какой-то момент на фоне большого тренда всегда можно найти, как правило, какую-то вот такую сторону, вот все пишут про драконов, а я пишу про виверну, да, или ещё что-нибудь, ну, то есть, какой-то, какой-то вот такие, да, да, ну, то есть, можно найти вот эту возможность, сделать некие полшага, которые, вроде, вы не вываливаетесь из тренда, да, но добавляют некой вот такой самости, особенности, чего-то такого, чего ещё не было, за счёт чего вам, вместе с издателем, удобнее не продвигать эту книгу, да, удобнее за неё цеплять, если она, конечно, в принципе, хорошего уровня, ну, на самом деле, здесь 11 пунктов Кэмпбелла, никто не отменял пути героя, то есть, всё равно, конечно, советник, он рабочая схема, то есть, мы всё равно можем представить некого Гендальфа, который вдруг появляется, вручает тебе кольцо, говорит, иди туда, я же, да, потом переживает о том, что мы все можем умереть, хотя он бессмерт, очень искренне, но тем не менее, поэтому, нет, здесь в определённом смысле всё-таки остаётся вот эта некая вольница, потому что старший персонаж может быть как наставником, так и антагонистом, скорее вопрос, наверное, в том, что персонаж, главный герой, может быть, там, не взрослым, в плане возраста буквально, он может оказаться более психологически зрелым, ну, даже, даже, нет, вот не умён, а вот это вот психологические модели, да, то есть, может быть, условно говоря, там, вроде властный визирь и какой-нибудь, и Аладдин, условно, да, но при этом, Аладдин, без комплексов, вырос на улице, психически зрелый, чувствует себя нормально, он его там, он, конечно, вырабатывай немножко, ну, это вот его порог, вот, ну, как-то, да, ну, это у всех свои недостатки, и визирь, который прожил, вроде, достойную жизнь, умён, мудр, и так далее, но с комплексами, вот, ну, то есть, вот, ну, да, да, то есть, мы всё равно придумываются некий конструкт, который не перестраивает систему так, что Аладдин вдруг оказывается с той же мудрской, и визирь, и там школа улиц, как хорошего рэпера, научила Аладдина тому, как, соответственно, проводить перевороты, и вообще, вот, завоёвывать принцессу, но, тем не менее, за счёт каких-то других качеств, которые как раз вполне логично могут монтироваться, это и смелость, да, вот это условное, психологическое, ну, окей, давайте будем говорить не зрелость, чтобы действительно безвозно, а целостность, если вот персонаж целостный, и мы действительно можем с таким встретиться и на улице, когда ты видишь, а там, человека весьма юного, но он настолько вот ещё, там, где-то не побитый жизнью, да, а где-то просто его так воспитывали, где-то, ну, вот такие условия, что он настолько в себе уверен, настолько целостный, что кажется, что у него там огромное будущее, кто-то реализует это, кто-то нет в результате, а здесь вот возрастной визирь, у которого в жизни было много побед, но много, соответственно, его и подгрызло всяких историй, и вот в этой системе, опять же, они вполне себе становятся, ну, неравноценными, но понятно, как один может победить другого, и как вот этот, это, ну, да, ну, в какой-то такой системе, потому что, да, конечно, вот это вот некая магическая, модель, про то, что, ну, вот этот вот слабый, юный персонаж, там, 12 лет, вдруг побеждает, там, не знаю, да, побеждает архимага, но она сказочная, в большей степени, чем фэнтезийная даже, да, и она работает там, для младшего поколения, то есть в 10-14, еще вот, дальше уже, ну, я могу зачитать, что самая, ну, моя самая гениальная модель, это как самая филатическая, беличокая, ну, они прибеждаются не потому, что она там самая уминная, да, потому что она увидит, что она чуть-чуть иначе, чем в Ропе. Ну, ну, еще большой, как мы не делаем, а если, почему еще быть большим, они? Ну, буквально. Ну, да, то есть, вот весь процесс, то, что она все вместе, они едят чуть-чуть в другом, ну, что не будет, они чуть-чуть в другом месте, в модель, а у нас, с одной стороны, более детстве, а с другой, без другой взрослой, значит, она что там, семей, там, ей, или что-то, вот, Ну да, но она работает при этом, если персонажу там лет 10-14. А вот когда старше, уже, да, ну да, в 16 лет даже ты уже встраиваешься в такие социальные модели, и настолько у тебя там перестройка идёт в голове, что да. То есть тот самый, там, загадочное свойство, то наследство, там, а то, почему-то, ну, это загадка, да, и представляется какой-то самый, там, Брайан, и тот тот, с которым, в общем-то, ну, очень получается. Ну да. Проявление в Америке, в конце 50-х, 50-х, 90-х, этот момент выглядел по следующим образом. Выгляделось несколько детей. Один был умный, один был локт, другой смелый. Их остался один оппонент, который обладает сильными качествами, но он был в толпании в очереди у них. Ну да. И за счёт этого, как-то так не вести себе точно. Ну, да, Power Rangers, потом они собираются в Мегатронах. Да. Ну, как-то да. Ну, или куда такой-то, да? Кстати, у нас, по-моему, такого не было. То есть, по крайней мере, у вас в локтах, у нас почему-то это не ловим, не ловим? Ну, там в неуловимых мстителях всё равно, ну, там, да, цыган более решимый, один более умненький. Но там не было такого, на мой взгляд, всё-таки распределения, как в классических американских циралов. Да. Ну да. Нет, а Ману, ну, такой, не только, там, один, ну, не ловит, то есть, это вот не ситуация с мурсетёром. Ну да. Есть один взрослый, там, один синий, один китый, то есть, вот это у вас, все, кто-то другая. И про антагонисты. Я скажу, что сейчас эти герои у нас не назначены, а антагониты, видимо, в моде тоже могут не опереть, чтобы владеть. Ну, конечно. А акция, которая дошла до жизни такой, то есть, какой-то сложный судьбой, там, который, там, может, случиться, там, вот в таком плане, да? Безусловно, даже нередко антагонист вызывает примерно такие же эмоции, почти, как главный герой. Вот, да, 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 мы можем, там, в кино подобные варианты увидеть из более классических, там, да. Ну, даже, извиняюсь, вообще не Янга Долтова, история в чистом виде, там, Дарт Фейдер, который был безумно популярен, но уже так... Да, да, да. Ну, да. На самом деле была популярна очень серия, к примеру, диснеевская, вот для младшего поколения, то есть, пред Янга Долтова, это middle grade, так называемая, скорее, возраст, посвященная диснеевским злодеям книге. Да, да, где, соответственно, разбирались, по-моему, там, Аид, Урсула, ещё кто-то, Капитан Крюк, ну, в общем, несколько персонажей, то есть, как раз разбирались вот эти самые антагонисты, и книжки про них были написаны, вот как раз с точки зрения того, как ты дошёл до жизни такой, и это было не какой-то там журнал «Фитиль», «барваровался», да, ну, вот, всё нормально, да. На самом деле, с романом, у нас, по крайней мере, у нас, насколько я помню, в литературе была не лезь, у нас, по-моему, 5-6 романов, в последние годы на эту тему, как бедную девушку-то, где-то такое... Да, и сейчас выйдет ещё один, по новой экранизации. Это всё, да, по-разному, Миша, вопрос, пока я это сделал, звонил, я понимаю, уже перешли к вопросам, да, или... Ну, мы так потихоньку, нет, я сделал некий обзор, и мы уже перешли к дискуссию, учитывая, что у нас мини-формат, мне кажется, очень живо, да. Ну, прям, вполне конкретный вопрос задать, если я бы на росту был, чтобы, походу, был увлекательный рассказ, и когда, вот, ты говорил о том, что, ну, всё равно, то есть, основная телевая аудитория, то есть, девушки, и авторы тоже девушки, Ян Кэгал, вот, ну, где-то есть, конечно, иногда случаются, то есть, универсальные книги, будут интересные и другим типам, а то и даже и взрослым. А ты мог бы назвать, даже не прошу книги, а на твой взгляд, максимально универсальные авторы Ян Кэгал, которых можно рекомендовать как женской, девичьей аудитории, так и мальчишкой, юношской, даже, это мужской аудитория. Нет, безусловно, опять же, если мы будем говорить про зарубежных, ну, опять, первой мне приходится к данному Патрик Несс, да, с такой универсальной историей, со своим таким весьма серьёзным подходом к миру, Ли Бардуга с шестёркой воронов, и, в общем-то, мне кажется, там меняются, опять же, у неё персонажи, но у неё в вселенной есть своя, Гриши Вёрст, так называемая, которая основана как раз на славянских мотивах, при том, что автор американка, и там нередко выступает целая группа персонажей, при этом разного пола, и все харизматичные, в общем, там какая-то вот эта проблематика выстраивается, вполне полярный, это захватывающий, достаточно широкий круг читательский. Из отечественных я бы отметил отдельно Глеба Кащеева, да, который, соответственно, пишет вполне себе универсальные истории, независимо от того, кто у него главный персонаж, девочка-мальчик, или там пара девочек-мальчик, тоже это такая вот достаточно универсальная история. Я бы отметил Алису Бадлер, которая, опять же, она пишет не фэнтези, а как раз вот эту самую мистику, да, и у нее очень интересно, у нее как раз главный персонаж юноша с такой мистической семейной историей, при этом, опять же, она сама организует квесты, да, и, собственно, создатели квестовых комнат в калаустрофобии. И, собственно, вот этому миру посвящен в том числе ее цикл под названием Escape, и это, возможно, еще погрузиться вот в этот мир такого досуга, который от нас обычно скрыт, мы даже если играем, не всегда задумываясь, как это происходит, это что-то вроде Форта Боярда для нас, но вот оно создано уже, на самом деле там все гораздо сложнее. Отметил бы Александрию Рихтер с циклом Кристофер Клин, он как раз идет на 12+, по оценке, но это вот такая тоже, на мой взгляд, абсолютно универсальная история. Но это вот только первые, кто приходит на ум, потому что на самом деле их гораздо больше, и более того, бывают, опять же, авторы, у которых есть романы более девочкинские, если можно так сказать, по своей специфике, а бывают какие-то, опять же, циклы и отдельные романы, которые как раз тоже идут в таком абсолютно универсальном ключе. Поэтому здесь всегда нужно рассматривать индивидуально, и нередко работает простейший принцип, то что аннотация плюс обложка. Если они тебя зацепили, присмотреть, потому что вся сейчас работа с обложками, она идет именно отталкиваясь от целевой аудитории, и аннотация также. Если вот ты присмотрелся, и то, и то тебя зацепило, ну то имеет смысл задуматься о том, что вот, наверное, стоит. То есть у меня вопрос, в чем вопрос, а вы мне очень довольно неудачно, а если я по всему, как бы, в этом моменте скидывала, не только ваше, но вообще, в данном случае, если вы видите, по-другому издание, то есть, а вы не пробовали как-то, ну вот, как-то куда можно, как-то чуть более оригинально подходить к снаряду, потому что я знаю еще примерно 4 серии, а по мнению такой отношения, ты действительно никак, вот просто никак, то есть вот поставишь рядом, ну вот это вот, а вот, если я не выручу, то обратно, то есть очень много одинакового. То есть думали, ну так, что он хотят сделать, хотя бы более узнаваемый, правильно? Ну, смотри... Ну, смотри... На самом деле, тут есть определенная специфика, которая следует из одной из пунктов, которые мы обсуждали чуть ранее. Есть популярные в интернете художники, есть, опять же, у них определенные некие направления, они, опять же, не идентичны, каждый там по-своему уникален, но тем не менее, они работают по каким-то таким вот, скажем так, по группам мы их могли бы примерно систематизировать, ну вот, плюс-минус. Кто-то из них в рамках каждой ниши там очень узнаваем, кто-то чуть менее, но примерно вот так, если издалека смотреть, вот у меня зрение там минус 2,5, вот если поставить в тот угол, я не видел эти книги до этого, там, в Телеграме не держал в руках, и представим, что я там на неделю не слежу за нишей, вот, то я, наверное, ну, как-то озадачусь. Кто же там кто? Но при этом, как и во многих других жанрах, да, в которых я работал, там, и в том числе во взрослой литературе, есть определенные узнаваемые коды, да, которые, соответственно, читатель, приходя в магазин, он видит эту обложку, которая не скомонтируется с тем, что у него уже было, и он по этому признаку, в том числе, из многообразия узнает свои книги, и нередко, в общем, там, опять же, с теми же фантастическими боевиками, некоторыми это работало точно так же, то, что вот есть некий типаж обложек, по которому эти книги узнаются, и мы... Ну да. Ну да, мы экспериментируем, мы пытаемся там иногда перенастраивать, делать акценты какие-то там на другие типы оформления, а коллеги тоже с этим, опять же, экспериментируют, есть там у коллег из Мифа две серии классики, для Янга Далла, одна оформлена как раз вот в сторону анимешной, одна в сторону более классического, называется «Догадайся, что продается лучше». Насколько мне известно, во всяком случае. Вот, но тем не менее, это, опять же, некий ключ, потому что мы тоже должны понимать, что мы там, работая с авторами, мы видим их вот крупно. А читатель, когда он приходит в какой-нибудь «Читай-город» или в другой магазин, перед ним разливается море, некоторые приходят туда в состоянии, вот как мы в детстве приходили в магазин игрушек, когда вот, я так иногда в книжные прихожу, до сих пор, несмотря ни на что, вот, а то, что, господи, и ты вот так вот там носишься, особенно, когда вот я там за пределы своей ниши выхожу, детектив захотелось почитать, с которым я давно уже не работаю, и вот я там немножко уже потерял некоторые нити, и вот начинаю носиться. И суть как раз в том, что вот такого рода обложки, которые немножко попадают в тренд, это вот в том числе момент узнавания. Если ты слишком сильно переэкспериментируешь с этим, и это не будет каким-то взрывом, на который все скажут, ах, вот какая неожиданность, а можно было и так, а это достаточно, ну, прям сложно сделать, потому что это не совсем прогнозируемая история, то велик шанс, что просто, ну, не узнают. Ну, понимаешь, как бы я, знаешь, я здесь отвечу как собачник, а я, опять же, выставлял много раз пса на выставке, и когда ты со стороны, и как бы ты не увлекаешься, тебе кажется, что вот собаки одной породы, они все одинаковые, а когда вот я там передо мной поставил 36 пшеничных терьеров, я тебе назову их каждого по имени. Вот. Ниша, если ты пришла при меня, я могу сразу видеть вот эту у нас ялку. Да, конечно, конечно. Я понимаю, мы с ними читаем. Нет, смотри, смотри, тут история в том, что как раз, что когда мы говорим про Янга Далтовой аудиторию, возвращаемся, это аудитория, которая сидит в интернете, они подписаны на все эти каналы, они отслеживают, и вот они даже вот приходят, у них есть некий в разнообразии выбор, но они знают, что так оформляется то, что им нравится, и они идут в сторону этой полки. Если мы выпендримся, сделаем золотой обрез, еще что-то, вложим, нет, это классно, мы вложим туда много денег, но вместо, к примеру, фольги и анимешного персонажа, там будет конгрев, и вот какая-то вот такая вот, не знаю, дерево красивое, золотая ветвь, условно говоря, ну что-то такое, то они возьмут, посмотрят, поставят обратно, потому что они не поймут, что это, если они не знают автора, да, или если их аннотация не зацепила, но вот оно так работает, и в других жанрах тоже. А как было тогда, с первого издания, оно и было? А первое, да, ну первое, если они не знают фильмы, это не суть. Ну да, ну собственно фильмы, насколько я помню, тогда в один встрече не было, ну не суть, а когда репол издавал, вот тогда на самом раннем этапе, это были вообще эксперименты, да, это безусловно, но тогда они и были первопроходцы, сработало уже немножко попозже, вот, не с первого издания, насколько я помню, но в результате, опять же, когда некая ниша уже имеет вот такие сформировавшиеся истории и условия игры, ты можешь эксперимизировать до определенного предела. Это понятно, потому что в этот класс, там сейчас вот, как бы селом анонии, это будет, я очень думаю, это получится по всеми вагинами, которые в какой-то момент не подставят так, что нарук уже даже детьми отказывался, понимаешь, как и как меня. Ну да. То есть реально, не ниша бы подставят, что уже не зацепил. Ну, опять же, понимаешь, здесь всегда все-таки, все идет во многом еще от запроса читателя. Читатель пока ничего другого не просит. Да, то есть я читаю регулярно комментарии под анонсами, еще что-то. Да, ну, к сожалению, да. То есть читатель иногда там на 20 комментариев, нравится, не нравится, есть один, ой, какие-то там все одинаковые. Вот такое бывает. Да, бывает. Бывает, но, как правило, ты... Не понял разницу от главного мира. Но, но нередко ты, соответственно, переходишь на того, кто оставил этот комментарий, это книжный блогер. Или еще кто-то, кто вот прям, который максимально в нише, у него действительно уже немножко рябит в глазах. Вот, от какой-то стильстики. Но, тем не менее, так работает эта история. Здесь, я не знаю, может быть, там через год-два мы так же соберемся. Я вам скажу, вот, посмотрите на наши прекрасные, минималистичные обложки с типографикой, где мы красиво играемся со шрифтами и ровным счетом не одного персонажа. Но, пока, опять же, ну вот не идет оно к тому. Оно работало, когда я там внежанровой прозой занимался. Да, там, наоборот, лучше персонажа не изображать особенно. Фантазия все доделает за тебя. Вот, чтобы шрифт был интересный. И вот, давайте мы будем играть со шрифтами. Здесь, ну, протворчество тоже. Если здесь день сидеть, то можно было вот так общаться в психологии. Ну, смотрите, там, получается, всегда ситуация, то, что так или иначе, когда мы говорим о книжном рынке, все идет от читателя. Да, идет от читательского запроса. Когда он проживает какой-то новый опыт глобальный, да, менее глобальный, у него, безусловно, меняется какой-то там резус-фактор его запроса, если угодно. Да, он может запрашивать либо что-то более позитивное, что-то негативное. И сейчас запрос на эскапизм. Может поменяться на какую-то другую более проактивную историю. Учитывая то, как быстро сейчас меняется мир, динамично. Сто процентов сказать, что вот знаете, а через пять лет все будут хотеть про космос. Ну, что мне хотелось. Да, 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 вот когда бы уже. Я не могу. Сказать то, что там через два года будет, соответственно, тренд на пессимизм, а через три на оптимизм, тоже достаточно сложно. Как идеология будет влиять? Это тоже достаточно большой вопрос, но, к сожалению, когда подключается вот какая-то непосредственная идеология, прям такая вот конкретная, да, у которой есть устав, к сожалению, оказывается, скован автор, и здесь не получается вот этого общения горизонтального. То есть, это всегда сверху, устав всегда подразумевает сверху вниз. Это всегда будет что-то назидательное. И мы, опять же, откатившись, подчеркнем, что мы имеем сейчас дело с поколением, для которого вот эта вот история, когда с тобой сверху вниз работает очень плохо. Это сработало бы, условно говоря, с поколением раз, два, три и так далее назад. С этими, если даже им это ввести, и будет какой-то там, я не знаю, Янга Далд-отряд, который будет писать какое-то, ну, такое отдельное фэнтези и так далее с подобного рода идеологией, это все, скорее всего, будет очень плохо работать, это не будет восприниматься, но это будет как какая-то некая такая обязаловка, хоть школьную программу его включай, да, то есть по форме это фэнтези, ну, как социалистический реализм. Да, реализм по форме, социализм по содержанию. Вот это будет, я не знаю, идеологическая фэнтези. Фэнтези по форме, идеологическое, нужно подчеркнуть по содержанию. Не работает, пока нет. Я помню, что я сказал, когда я работал в Месле, Саша Шалганова главная лекция была, у него главная фраза была, ну, почему мне рассказ про ракеты? Ну, это все, это научно-фантастику, опять, 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 напиши про ракету. Я не помню, кто и завтра, кто-то был. Сюрин, как я записал, рассказ, по форме, по форме, и не делай, и там, как он и прочее. Там, делай, там, мазанку-мазанку, лесо, обнаруженный. Он никак не играет в сюжете. Ракета! Это, да, заказ выволкат. Да, заказ выволкат. Да. не напечатать. Да, не напечатать. они работали, когда выписали, когда в Фонтакте, ну да, но многие о нем не знают, что там вообще космос есть. Ну да. Прошу прощения, Атанна, да. про построение сюжета. Да, там раньше, вот старые герои, которые всегда будут там, продвижаться, которые всегда будут там, которые будут там, что-то такое. Сейчас, вот, на стекло и страдали, какой должен быть конец? То есть, то есть, что-то твой герой, либо все побольше страдали, либо некий тот, что вам не скомпетит, если вы. Ну скажем так, сейчас нередко принцесса побеждает дракона и завоевывает себе принца. В некоторых случаях она побеждает принца и завоевывает себе дракона. Да, в зависимости от того, за что она борется. На самом деле, да. на самом деле, все равно, все-таки, есть некая склонность, ну к хэппи-энду, но не такому слащавому быть. Может, когда все обнимаются, отправляются на пир и так далее. Нет, нет, не нужно. Там скорее, победили. И вот это, и упал поспать. Вот примерно, примерно такое. Вот. Да, да. Но, то есть, как бы, ну вот эти вот страдания, ради страдания, потом, если все врачняка плохо, это все-таки не надо. Ну, опять же, именно в рамках стекла, стекольного. Вот, как раньше говорили, у тебя что, отец стекольщик? Вот здесь, вот если, если вот все прям стеклянное, стеклянное, там, конечно, должен быть, для создания катарсиса, должен быть, либо кульминационный момент, либо финал заменяет, вот этот кульминационный момент, во многом, каким-то вот таким очень мрачным финалом. Когда мы говорим все-таки про эскапизм, вот это чувство все равно того, что ты переносишься в какой-то мир, который немножко там отличается, он должен быть несколько лучше нашего, но все-таки предполагается, что там, опять же, не слащавые, не то, что все несутся друг с другом обниматься, танцуют на трупе дракона джигу, и вот это вот все. Да, да, но некий финал, он логически скорее оценивается как хороший. То есть, вот все равно тяга вот в некую позитивную историю, потому что иначе получается совсем пессимизм с ощущением, ой, у меня все плохо, и у этого все плохо, и вообще, ну, это опять же, как, ну, такая ситуация, когда ты понимаешь, что время ограничено. Ты вот читаешь эту книгу, и ты понимаешь, в конце оба умрут. Все. Вот как бы ты понимаешь, у тебя там 384 страницы, а в районе 380-й как бы все, до свидания. У тебя есть 380 страниц для того, чтобы увидеть последние часы жизни этих персонажей, и тебе именно они важны, как последние часы, потому что, насколько я помню сюжет, я книгу не читал, только мне пересказывали вкратце. Насколько я помню, там персонажи как раз начинаются примерно как достучаться до небес, если помните, да, фильм немецкий, когда они очень быстро узнают про то, что как бы вот, у нас время ограничено, мы это знаем еще из названия, вот, и мы движемся вот по этой линии последних их часов жизни, потому что, если это не сообщить, то как бы, ну вот они что-то живут, ну вот что-то делают, ну вот такое, а потом вдруг, неожиданно, ну это в принципе творческий механизм, как только кто-то бронзовеет, всегда происходит какая-то остановка, и вот это вот сразу замах на то, что вот, господи, я открыл ворт, вот у меня есть клавиатура, сейчас мои праправнуки узнают, какой был дед, и вот это вот, если ты будешь подходить так, к написанию, безусловно, ты в проигрышной ситуации, при этом мы можем говорить, прошу прощения, про абсолютно коммерческих авторов, вроде Стивена Кинга, да, которые просто, ну вот, как бы, есть авторы, у которых, ну вот, держится планка, ниже которой они не опускаются, при этом мы все знаем, что там, Кинг плохо помнит, как он писал роман Куджо, по определенным причинам, и он об этом очень сокрушался в свое время, вот, да, ну, свой путь, он коммерческий, да, он может нравиться, может не нравиться, но Стивен Кик ниже определенного уровня, там, по-моему, редчайшими исключениями, мне даже не особо попадалось, ну, там, кому-то что-то нравится меньше, он не опускается, при этом, насколько он останется в веках, мне кажется, как минимум, за счет, там, той же Зеленой Мили, да, там, как экранизации, да, за счет каких-то таких сюжетов, что я там читал, видел, слышал, и из того, что я вижу в его текстах, не из тех, которые замахиваются на то, чтобы, соответственно, через два века мы проходили там Дон Кихот, билет достался на литературоведческий Дон Кихот и там, я не знаю, Кристина, или что-нибудь такое, или Кэрри, вряд ли такое будет, если там человек не специализируется на жанровой прозе ужаса 20 века, ну, вот что-нибудь такое, ну, вот, такого рода, поэтому, да, здесь есть много достаточно выходов, более того, опять же, как там, немножко возвращаясь к театральному опыту, идеальные пьесы в хорошем смысле дырявые, потому что в пьесе должно быть пространство для того, чтобы каждый режиссер наделил его максимальным количеством смыслов, и все пьесы, которые писались там, условно, до 18 века, это служебные тексты, как, собственно, если мы придерживаемся стратфордианской теории, что Шекспир был Шекспиром, а не семейной парой, еще кем-то, еще кем-то, еще кем-то, он писал под конкретную труппу, и там по мере, если разложить все пьесы по годам написания, мы видим, как главный герой этих пьес стареет и прибавляется лишний вес, от Ромео до Проспера, соответственно, а это потому, что главный актер Бербич, который играл вот этих всех персонажей, он толстел и старел, вот, ну, вот так вот логично это получается. Ну, да, Да, в том числе. Ну, когда ты пишешь про как-то право самое конкретное, что ты видишь прямо перед собой, то ты допишешь такие нюансы, которые придут невозможно. Да, но Шекспир... Да, но он не закладывал при этом то, что меня было читать через поколение. Он... Да, он за счет этого жил. У него самая большая роль, которую он сам исполнял, это была «Тень отца Гамлета». Это самое крупное, что играл сам, соответственно, Шекспир. в этих рамках. Но, тем не менее, тот же «Гамлет» абсолютно пьеса, которую можно повернуть как угодно. Как только ты отвечаешь на вопрос, с какой книгой вышел «Гамлет» на сцену, ты, по сути, отвечаешь на то, про что у тебя спектакль получается. Да, «Лопе де Вега» та же история. Не весь, потому что «Лопе де Вега» был жутко плодовит, и не все его пьесы... Да, не все его пьесы переведены, я читал часть в оригинале, которая там... Интересная, неожиданная. Или, я не знаю, «Бэкет» какой-нибудь в ожидании «Гадо». Ты отвечаешь на вопрос, кто такой «Гадо», и у тебя складывается концепция спектакля, при том, что, по сути, это такой хороший каркас, который каждый из нас наделяет своими смыслами. Понятно, что пьеса во многом более служебный текст, нежели там проза, чем завершённое художественное произведение, но вот эти некие механизмы, они тоже работают во всей литературе. Чем больше мы оставляем пространство для вот этого, для фантазии, для манёвра, для узнавания себя, потому что ты наделяешь там персонажей какими-то дополнительными чертами к тому, что уже описано, тем более протяжённая история получается у этой книги. Почему мы там, я не знаю, читаем «Ремарка», да, почему мы читаем, опять же, «Мана», почему вот, собственно, мы обращаемся к классикам даже начала XX века, хотя они ещё не настолько классики, чтобы по сроку, да, чтобы быть максимально далёкими от нас, и мы читаем их как нечто костюмированное, да, но и не настолько близки, чтобы быть с нами в одном времени за счёт вот этих пространств. Ну, мы на самом деле сейчас обсуждали, вот, в конце они все умрут, это же, в принципе, такой абсолютно постмодернистский ход, когда тебе заранее сообщают финал. Да, ну, вот как, ну, опять же, такого рода примеры. Есть, опять же, там, нарушение структуры, есть, ну, в том числе, бывают какие-то там ситуации со сложными фокалами, когда там начинают меняться, и всё там, сцены из разных образов. Есть, конечно, безусловно. поток мыслей, к сожалению, заходит достаточно плохо. Это, это очень часто в интернете можно встретить, это очень тяжело читать. Вот как раз из-за неопытности автора, вот то, что вы правильно абсолютно подметили, это, опять же, человек садится за вордовский файл, встаёт через час, он не понимает, что произошло, читатель не понимает, что произошло, и только бедная скрепка Windows пытается дать совет. И ворд не понимает, что произошло. Да. Вот что-то случилось, мы не знаем точно что. Безусловно, для каких-то таких экспериментов нужно всё-таки ну и опыт, и набитие рук, то есть, ну явно не стоит с этого начинать. И здесь тоже то, о чём мы говорим, когда человек идёт сразу тем, чтобы оставить потомком, да, он берёт на себя какую-то слишком большую ношу. Всё-таки логичнее для нынешних подростков, для молодёжной аудитории начинают действительно с каких-то трендовых тем, с ещё чего-то. Но гиди начинают с фанфика на самом деле. И бывают такие ситуации, когда ты там читаешь какой-то фанфик, понятно, что с таким зрением лицензионный никакого романа случиться не может, да, но при этом он написан на очень высоком уровне, нередко даже более высоком, чем то, что публикуется по оригинальному вселенному. Просто потому, что человек там годами отрабатывает свою руку, вот его захватывает какой-нибудь сюжет, да, какой-нибудь фильм, какая-нибудь вселенная, и вот в 14 лет человек садится писать. Вот пишет, пишет, пишет в своё удовольствие, набивает шишки, получает кучу комментариев страшных, переживает из-за этого, да, но какой-то там условно к шестой, к седьмой, к восьмой работе, даже по неоригинальной вселенной он достигает какого-то уровня, потому что, ну, как известно, всё достигается упражнением, да, там все наши интеллектуальные занятия, это тоже зарядка для мозга, это всё равно разминка, да, которая необходима точно так же, как и мышцы. И в этом плане, опять же, для эксперимента нужна база. Не все готовы экспериментировать, потому что страшно не совпасть со своей целевой аудиторией, да, опять же, нередко всё-таки авторы там по возрасту ближе к читателям, в данном случае, где-то они там чуть-чуть смыкаются, разница не настолько большая, и, ну, мы все там, опять же, проживали вот эти какие-то ситуации с литературными первыми экспериментами, экспериментами, когда ты приносишь там, условно, маме, другому, кого-нибудь там, доверенному лицу, бета-ридеру, как сейчас говорят, нередко связанному с тобой семейными узами, вот, в детстве, ну, тем не менее, ну, сейчас лучше нет, но в детстве у тебя бета-ридер, он вот кто-то, кто-то, кто на кухне остался чай пить, кому не повезло, вот, и его догнал, догнал, и вот показываешь, то, что вот, на, посмотри, и, соответственно, уходишь, и ждёшь вот этот вердикт, и действительно, вот это ожидание, восприятие, оно у многих начинающих авторов, оно вот примерно такое же, как когда вот ты что-то показывал первое сочинение, да, как кому-нибудь из своих родных, и ждёшь вердикта, как какой-то вот, ну, то есть, ты уже не можешь самооценить, ты настолько в этом раже творческом, что ты вышел, как из бани, в таком вот состоянии, что вот, а хорошо, плохо, непонятно, ты потерял сейчас систему какой-то вот этой ориентации в пространстве литературном, насколько это что, и ты ждёшь вердикт в разлёте от прекрасно до ужасно, и вот сидишь, и примерно такие же ощущения, опять же, у людей, которые впервые выкладывают на этих фанковых сайтах какие-то истории, и страшно вот так вот угадал, 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 и пока у тебя синдром самозванца с эксперимента вышел, и волна, и волна, волна отнюдь не синего цвета, вот, а волна, в общем-то, не самая приятная для тебя несётся, и, в общем, после этого некоторые люди, в принципе, заканчивают специалистом, потому что это всё равно какая-то ситуация некоего обнажения перед аудиторией, ты всё равно что-то вот из себя показываешь, и, естественно, в этом плане это такой достаточно сложный момент, и тоже нужно понимать, что нередко сейчас писателям становятся читатели, которых вот инспирировало что-то уже Янгдалтовое, да, не Толкин, да, во многом, хотя он тоже случался в их биографии, да, они читают Лиар, ту же Ли Бардуга, и понятно, что, как правило, когда ты чем-то вдохновляешься, ты делаешь нечто подобное и начинаешь с этого, естественно, тоже здесь с экспериментами достаточно сложно, потому что ну вот в какую-то такую слишком сложную игру идти не стоит, потому что у твоего читателя тоже нет такого опыта, это всё-таки история для в большей степени взрослой литературы, когда есть начитанность, когда большее количество аллюзий тобой воспринимается, помимо школьной программы, как мы понимаем, когда есть некая начитанность в рамках ниши среды, ну опять же, даже если ты там, возьмём Терри Пратчета прекрасного, особенно с ранними его романами, в целом он читается как юмористическое фэнтези, даже без подготовки, но ты не знаешь, что такое Dungeons & Dragons, Conan Warburg, ещё что-то предшествующее, прочее, вот там просто вот этот вот список, ты отрезаешь у себя огромное количество удовольствия, оно для тебя работает, но без вот этого эффекта узнавания, без аллюзий, без всего. С экспериментом примерно такая же история, ты как-то вот так всё перекрутил, ну интересно. Ну вот это максимум, на что ты можешь рассчитывать, это для тебя, естественно, как для начинающего автора невыгодная ситуация, то есть это всё-таки какой-то следующий шаг. но это и не значит, что нужно идти исключительно по канону, по шаблону и так далее. Всё равно в любой нише, особенно когда много авторов, она прям насыщенная, должна быть доля вот этого какого-то шага в сторону, то, о чём я говорил, да, не драконы, а виверны, да, не ещё что-то, а ещё что-то, там, не Китай, а Вьетнам, то есть, ну вот нужно находить что-то в себе, что может быть интересное, что может как бы с одной стороны быть около тренда, но быть по-своему для начинающего, подчёркнуло, именно автора, это самая выгодная позиция, потому что ворваться с чем-то вот таким уникальным, новым, освежающим для читателей, которые постоянно в этой нише находятся, чисто теоретически возможно, но очень сложно, и это может быть опять же путь ошибок, негатива, самокопания, и в общем такой отсрочит путь к какому-то такому уверенному писательству на 5-6-7 лет, возможно, и просто это как-то свернётся, и окажется всё где-то там в ящике, в ящике стола, чего мы не хотим, вот, безусловно. Вот, поэтому, да, так как читатель ещё молодой, с экспериментами нужно быть несколько более аккуратным и сдержанным. Миша, спасибо, мне кажется, это был замечательный мы можем завершить акциальную часть, вот, если остались вопросы, доскотёкла, это вам, то есть, мы можем пообщаться. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...